Дорогой Леонид, расскажи нам, пожалуйста, о картине, которую ты приготовил к выставке «Сладкая морковь», которая у нас откроется 18 октября, в пятницу. Вот ты сделал картину, посвященную этой выставке. Расскажи про эту выставку, про эту картину. Название этой работы на все времена – «Сладкая морковь». Это потому что воспоминания в детстве, когда мы выбирали с грядки, старались выбрать самую крупную морковку. Выбираешь и выбираешь в ряду всяких разных зреющих морковок, какой-нибудь покрупнее. Это было самое забавное мероприятие, потому что в детстве морковь вызывала такие самые хорошие эмоции – в том, что можно было сорвать, помыть и сразу полакариться. Вот здесь тоже детская бабка, видимо, примерно тем и занимается. Вырывает из грядки морковной морковки и старается самую крупную морковку достать. И тут какой-то делок происходит у них. Здесь есть лук, морковь, капуста. Собачка, которая смотрит на деда, может быть, что-то ей там огонится. Котейка бегает на заднем плане. Банька, сорока, скворечник и журавль нарисован. Ну, такой деревенский огородный интерьер или быт. Все это помнится и очень приятно погружаться в эту среду. Я нарисовал просто, без затей. Вот, как зритель, я тебе скажу следующее. Происходит следующее. Они меряются морковками. Вот как в детстве, да? У кого морковка больше? Ну, кому удалось побольше морковку достать. Кому удалось побольше морковку достать. Причем, видно, что дед из двух попыток понимает, что у него морковки-то гораздо мельче оказались, чем у бабки. Ты ведь бабки поставил более мощно, большую морковку, чем у него. А он вытащил две морковки и не думает. Как? Почему? А знаешь, почему? Знаешь? Ну, могу догадаться просто. Почему? Ну, потому что... Бабки к этому относятся более как бы... Со знанием дела. Где-то случайно он так может играть и нехотя играть, и без страсти. А бабка старается деда урезонить своим выбором, то есть поступить как более ловко. Потому что она эту морковку садила, поливала, холила, убирала сорняки и следила за каждой морковкой. И знала, которая морковка самая будет крупная. То есть из всей этой грядки она знала, где самая крупная морковка. И поэтому, в принципе, спорта был заранее обречен. Понимаешь? Дед мог 20 морковок вытащить и не найти ту, которая была самая большая. Понимаешь, да? Да. И твоя картина называется... Как ты сказал еще раз? На все времена. На все времена бабка будет умнее, смышленее и как бы быстрее, чем детка. Нет, сладкая морковка. На все времена сладкая морковка. Ну, то есть я думаю, что отношение к моркови у россиян самое такое нормальное. Они ценят ее. И она полезна, да? Ну и все, что? С вами был Леонид Палыч Бранов. Русский художник из города Екатеринбурга. Спасибо.